Жители московского района оказались в ужасающем положении. Час ночи семья, проживающая на третьем этаже, услышала жуткие крик из детской комнаты. Родители сразу бросились туда. Влетев в комнату и включив свет, они не поняли, что произошло. На кровати сидел их напуганный 7-летний ребенок, а в углу в судорогах кричал и дергался кот. Женщина случайно увидела странное существо, которое пытается заползти и спрятаться под кроватью. Присмотревшись, они увидели травмированного скорпиона. Кот ценой своей жизни остановил насекомое и спас ребенка. Раненого скорпиона глава семейства поместил в банку и плотно закрыл крышкой. Далее семья спешно начала осматривать квартиру на предмет других насекомых. Не исключался вариант, что особь была не одна. После осмотра семья позвонила в МЧС, но они отказались ехать, так как угроза миновала и посоветовали звонить в санэпидемстанцию. После нервной бессонной ночи семья вызвала санэпидемслужбу, которая приехала через 2 часа узнав про опасных насекомых. Уже на месте представитель санэпидемслужбы, убедившись, что это не шутка, а в квартире действительно был скорпион, которого предъявили владельцы квартиры в банке и показали тело кота, решил вызвать полицию. Так как такие насекомые не водятся в российских широтах, а держать в квартире их запрещено. Представителю полиции после опроса жильцов дома удалось составить круг подозреваемых, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за транспортировку экзотических животных. Тем не менее, осмотр жилища подозреваемого результата не дал, а сам подозреваемый всячески отрицает свою причастность. Санэпидемслужба провела обработку всех скрытых полостей в доме и технических помещений. Виновнику, если его найдут, грозит крупный штраф и компенсация всех издержек за санитарную обработку, сумма которой составляет порядка 55 тысяч рублей.